Что за мёд подавали к нам завтраку, а? Фаворит императорского стола с 18 века, любимец Екатерины II, мёд алтайский. Сегодня этот вкус по душе десяткам стран мира. Но производство его кустарное, дело семейное. Наталья – дочь пасечника. С пчёлами и травами давно на ты. Сначала стояли на эспарцете, потом его начали косить, мы переехали на доник. И получается, это уже бифлорный мёд вышел. Сам эспарцет более терпкий, а с доником нежный, но очень ароматный мёд. Вот всем нравится именно он сегодня. Нравится и самим пчёлам. В этом сезоне первая партия мёда людям не досталась. Её подчастую смели насекомые, когда цветение трав запоздало на две недели. В холодное время они просто съедали весь мёд и всё. Поэтому мы кормили, подкармливали, развивали, готовили их к главному взятку. Не дали заболеть. Не дали заболеть, да. По сравнению с прошлым августом урожая уже меньше на 20%. Но пасечники привыкли к взлётам и падениям. Говорят, природа удивляет постоянно. То поздний снег, то приход медведей, как случилось у Руслана Девяткина из Салтона. Косолапы разрушили его пасеку с дягилем, предгорной медоносной травой. Растение это редкое, мёд из него ценный. Даже и мишки не прошли, шутит парень. Дягилевый сорт экологически чистый. Оттого один из самых концентрированных и лечебных. Некоторые пьют горячий чай и туда добавляют. При температуре выше 36 градусов мед начинает терять свои полезные свойства. А медовая водичка комнатной температуры 25 градусов, да, 23. Вы выпили и вы получили. Вот в меде есть 100% полезных веществ. Вы 99 скушали. Покупатели ценят наш мед из-за свойства и за вкус. Признались, добавок из малины, черники и прочего не признают. Да и настоящий мед ни с чем не спутают. Когда он льется, он не падает туда, не образует воронку, а образует горочку. Ярмарка продлится до 2 сентября. За это время планируют сбыть меда не меньше, чем в прошлые годы. Около 60 тонн. Итоги сезона подведут в октябре. А сейчас сбор урожая продолжается. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Анастасия Дороган, Алексей Физин.